Чтобы правильно решить любое задание, не надо наизусть заучивать правило. Надо в нем разобраться, нужно его понять и пропустить через тестовые задания. То есть прорешать огромное количество тестовых заданий по данному правилу, для того, чтобы наступило понимание, а не механическое заучивание. Всем привет! Вы на канале Адукар. Меня зовут Светлана, я преподаватель по русскому языку. Сегодня разбираем волнующую тему – тестовые задания, в которых допускается огромное количество ошибок. Смотрите это видео до конца, ведь оно поможет вам никогда не допускать ошибок в этих заданиях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А еще у нас есть телеграм-канал. Вот он. В списке сложных заданий лидируют, конечно же, задания по разбору слова по составу и образованию слов. Вокруг этого задания ходит много мифов и легенд, но оно может быть не таким страшным, если в нем хорошенько разобраться. Давайте его разбирать. В этом задании вам нужно определить морфемный состав слова, то есть разобрать слова по составу, и установить соответствие между столбцами таблицы. Разбираем по составу следующие слова. Слепую, искривленный, выкачан и подворье. Сложность этого задания в том, что для его выполнения нужно научиться определять часть речи, находить слово, от которого образовано данное, учитывать всевозможные чередования в морфемах. Первое слово «вслепую» – это наречие. Следовательно, у него нет окончания. «Вслепую» образовано от слова «слепой» при помощи приставки «в» и суффикса «ую». Корень «слеп». Искривленный – это причастие. Значит, окончание будет. Искривленная, искривленное, окончание – «ый». У причастия нужно выделить формообразовательный суффикс. Искривленный образовано от глагола «искривить», суффикс «йонана». Искривить от прилагательного «кривой» выделяем приставку «из». И самое главное, в этом слове нужно учесть чередование в корне. Корень будет «криво-л», чередование «в-в-л». Выкачан – краткое причастие, окончание будет обязательно. Выкачана, выкачаны, окончание – нулевое. Формообразовательный суффикс причастия «н», перед которым не забываем выделить суффикс инфинитива «а». Остается приставка «в» и корень «кач». Слово «подворье» – это имя существительное. Чтобы выделить в нем окончание, не забываем букву «е» разбить звуками «е», «э». Окончанием будет только звук «э». Подворье образовано от слова «двор». Выделяем суффикс и краткое. Остается приставка «по» и корень «двор». Традиционно сложным является задание по синтаксическим нормам. Не забывайте, что это задание связано со строением словосочетания и предложения. Чтобы его выполнить, нужно помнить о тех синтаксических нормах, которые необходимо соблюдать при построении предложения с однородными членами, при построении сложных предложений, с обособленными членами и многие другие. Давайте я вам на примере покажу, в чем суть этого задания и почему его не стоит бояться. Это задание Б-18, в котором вам нужно определить предложения, в которых нарушены синтаксические нормы. Первое предложение. Прочитав повесть, волнение охватило меня. Миша поделился с одноклассниками о своем успехе. В магазине он купил не только яблоки, макароны, но и другие продукты. Вопреки предостережениям, вечером мы отправились в город. И последнее предложение. Пролетевший над городом самолет покачал крыльями. В первом предложении нарушена норма употребления деепричастного оборота. Для того, чтобы деепричастный оборот употребить правильно, помните, действие деепричастия должно выполнять подлежащее. Подлежащее в этом предложении – волнение. Волнение, что сделала, охватило. Что сделав, прочитав повесть. Получается, что волнение прочитала повесть. Конечно же, это неверно. Как можно исправить эту ошибку? Прочитав повесть, я разволновался. Или же, когда я прочитал повесть, волнение охватило меня. Во втором предложении тоже есть ошибка. Это ошибка в нормах управления. Поделился о своем успехе. Конечно же, нужно поделился чем? Своим успехом. Миша поделился с одноклассниками своим успехом. В следующем предложении. В магазине он не только купил яблоки, макароны, но и другие продукты. В предложении. В магазине он не только купил яблоки, макароны, но и другие продукты. Конечно же, есть синтаксическая ошибка. Помним, что союз «не только но» должен связывать однородные члены предложения. В данном случае получается «не только купил, но и другие продукты». Конечно же, это неверно, потому что эти слова однородными членами не являются. Как исправить ошибку в этом предложении? Первую часть союза «не только» нужно перенести в другое место. В магазине он купил не только яблоки, макароны, но и другие продукты. В четвертом предложении ошибки нет. На что здесь нужно обратить внимание? Вопреки чему? Предостережением. С предлогом «вопреки» существительное мы употребляем в дательном падеже. И в последнем предложении ошибки нет. Причастный оборот употреблен правильно. Самолет какой? Пролетавший над городом. Определяемое слово «самолет» стоит после причастного оборота. Это верно. Чтобы выполнить это задание, нужно обязательно разобрать все предложения и в каждом предложении найти сложное, опасное место, которое обязательно нужно проверить. Это либо построение предложения с однородными членами, либо предложение с причастными деепричастными оборотами, построение сложных предложений, нормы управления. Все это нужно проверять в каждом предложении. Еще одним сложным заданием является задание, в котором необходимо расставить знаки предпинания в сложно сочиненном и сложно подчиненном предложении. Это задание по пунктуации. Задание А-13. Автор скрылся из глаз, едва только распахнулись двери на галерке, и до конца представление уже не показывался. Эдип знал, что если он не разгадает головоломки, то его ждет гибель. Лесную зону, в которой водятся лоси, нужно сделать заповедником. Для охоты следует выбирать тихий денек, когда не шумит опавший лист под ногою, и отчетливо слышатся в лесу голоса птиц. По вечерам цепями огней дрожала над лесом луна, и бродили по небу лучи прожектора. Если вы понимаете, что хорошо подготовиться вам не помогает ни самостоятельная подготовка, ни наши ролики на ютубе, ни преподаватели в школе, то приходите к нам в Адукар на курсы по русскому языку. Если вы живете в Минске, у нас есть чудесный офис, где вы сможете заниматься очно. Если же вы из другого города, это не проблема. У нас есть онлайн-курс. Вся подробная информация в ссылочке в описании. Заходите, изучайте, задавайте вопросы. А мы разбираем задания. В первом предложении ошибки нет. Предаточная часть, едва только распахнулись двери на галерке, выделена запятыми. Это правильно. Во втором предложении обращаем внимание на стык союзов. Что, если. У нас есть продолжение в виде то. Что, если, то. Поэтому запятая между «что, если» не ставится. В этом предложении тоже нет ошибки. А вот в третьем предложении предаточную часть, в которой водятся лоси, нужно с обеих сторон выделить запятыми. Это предложение с ошибкой. В четвертом предложении две предаточные части. Первая часть, когда не шумит опавший лист под ногою. И вторая предаточная часть, отчетливо слышатся голоса птиц. Эти части однородные, поэтому перед союзом «и» запятая не ставится. В пятом предложении перед союзом «и» тоже не ставится запятая. Это сложно сочиненное предложение, но есть общий второстепенный член по вечерам, который относится и к первой части предложения, и ко второй. Поэтому запятая между частями ставиться не будет. В этом предложении ошибка. Когда вы записываете ответы в данном предложении, не забывайте сравнить их с формулировкой задания. В данном задании вам нужно выбрать те предложения, в которых знаки препинания расставлены правильно. Много ошибок допускается в задании B7. Это задание по тексту. В предложении выделено слово, и вам нужно указать характеристики, которые соответствуют данному слову. Не умеющий понять другого человека, вечно обижающийся на других. Это тоже человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. В этом предложении выделено слово «обижающийся». Такая формулировка задания была на экзамене в этом году. И в чем заключалась сложность данного задания? В различии причастия и идея причастия, и, соответственно, признаков этих форм глагола. В чем сложность этого задания? Здесь нужно правильно определить часть речи и не перепутать причастие и прилагательное. Причастие, идея причастия. Чтобы вам было более понятно, я сейчас разберу каждую характеристику. Обижающийся – это, конечно же, причастие. Мы видим суффикс «Ющ». Сразу определяем – это причастие. О чем еще говорит суффикс «Ющ»? О том, что оно действительное и настоящего времени. И что это нам дает? Это нам все дает. И поэтому выбираем ответы 1, 4. Это не прилагательное, следовательно, не относительное. Потому что относительное – это характеристика прилагательных. Прилагательные бывают качественными, относительными и притяжательными, а причастия – действительными и страдательными. И последнее из сложных заданий – это задание по орфографии. Задание А8. Это задание посвящено правописанию предлогов, союзов, наречий. Ввиду нехватки инвентаря мы не смогли убрать листья во дворе школы. Бахрома пришита к низу занавески. Выучи правила, затем приходи на занятия. Братья учились в университете за счет средств бюджета. Мы тоже хотели увидеть лесной водопад. Иногда от задания не стоит ждать каких-то ловушек, подвохов. Просто нужно выучить правила. И тогда задание будет выполнимым и совсем несложным. Да, в этом задании несколько правил. Все они объемные, достаточно сложные. Но выучить их можно. Это правила о правописании союзов. Правописание предлогов и правописание наречий. В первом предложении выделено слово «ввиду». Помните, если «ввиду» можно заменить «из-за», значит оно пишется слитно. Попробуем это сделать. Ввиду нехватки инвентаря. «Из-за нехватки инвентаря». Все получилось. Значит, слово «ввиду» пишем слитно. Во втором предложении слово «книзу». Это слово может писаться и слитно, и раздельно. В этом случае мы его напишем раздельно, потому что рядом есть зависимое слово «занавески». Книзу чего? Занавески. Поэтому напишем раздельно. А скатиться книзу мы напишем слитно, так как зависимого слова рядом нет. В следующем предложении слово «затем» можно заменить словом «потом». Пишем слитно. За счет средств бюджета. Предлог «за счет» всегда пишется раздельно. Союз тоже можно заменить союзом также, поэтому пишем слитно. Надеюсь, после просмотра этого ролика вы обратите внимание на эти задания, разберетесь в правилах, и это поможет вам повысить балл на экзамене. Не забывайте о наших курсах и о лайках. Их можно поставить здесь внизу. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok